Всем привет! С вами Ежи Новости. Проект о самых интересных и важных новостях, случившихся с Локомотивом за последнее время. До возобновления чемпионата осталось меньше недели, поэтому не буду тратить ваше время понапрасну и поехали! Главная новость лично для меня это то, что Марка Николич все-таки существует. Начиная с 14 мая, когда на официальном сайте Локомотива появилось решение Совета Директоров о том, что с Семеном контракт продлен не будет и с 1 июня главным тренером Локомотива станет Марка Николич. На всех ресурсах Локомотива не было никакой информации о Марке Николиче вплоть до 10 июня. По всей видимости, опасность коронавируса была столь велика, что клуб не нашел возможности связаться с главным тренером ни по телефону, ни по интернету. По крайней мере, никаких слов Николича мы не увидели ни 1 июня, когда он официально вступил в должность, ни 8-го, когда Локомотив сыграл свой первый товарищеский матч с Динамо. Такое ощущение, что наш главный тренер сидел и не на карантине вовсе, а под домашним арестом, без связи с внешним миром. Хотя от такого ареста в люксовом номере гостиницы «Метрополь», я думаю, никто бы из вас не отказался. 10 июня на официальном сайте Локомотива появилось первое упоминание Марка Николича. Он, наконец, сформировал свой тренерский штаб. Ему на это понадобилось всего 10 дней. Из людей Палыча команду покинул Юрий Батуринк. Он так и сказал «С Палычем пришел, с Палычем и уйду». Вместо него тренерский штаб пополнили два сербских тренера. Это Горан Басарич и Радая Смелянич. Басарич будет отвечать за физподготовку, Смелянич будет вести работу в аналитическом штабе. Остальные лица нам хорошо известны. Это Дмитрий Ласьков, Олег Пашинин, Саркис Аганисян, Заур Хапов и Сергей Алексеев. Эта новость подозрительно совпала с возвращением Олега Пашинина к тренерской работе. Но не будем строить никаких конспирологических теорий. Замечу лишь, что по локалайвам и по трансляции товарищеского матча показалось, что роль Олега Пашинина в команде серьезно изменилась. Если раньше про Пашинина говорили, что на тренировках он чуть ли не главнее Палыча, то теперь он просто один из многих. Зато на первой роли вышел Дмитрий Ласьков. Именно его комментарии мы чаще всего слышим по ходу тренировок и товарищеских матчей. Здесь начнем. Силовой комплекс будет, прыжки и ускорения. Личи только вот эти большие. На первой. Все. Вперед. Еще одним важным членом тренерской бригады стал переводчик Мурат Сасиев, так как трех месяцев Марка Ниключу на изучение русского языка, для того, чтобы проводить тренировки и для того, чтобы давать интервью хотя бы клубному телевидению, пока не хватает. Сейчас я могу говорить чуть-чуть, но я понимаю, когда вы говорите по-русски, но медленно. Через два месяца я буду говорить хорошо, я думаю так. Ну что ж, подождем. Не всем же быть славянами Биличами, который в мае 2012 года подписал контракт с «Локомотивом», затем со сборной Хорватии съездил на чемпионат Европы, а затем уже в первом туре в матче с Мордовией давал комментарии на русском языке. Я доволен со играчами, но наш цель «Локомотива» не победить в Мордовию, но быть вверхом русского чемпионата. Спасибо большое. Отличный русский. В своем англоязычном интервью Николич ничего особенно интересного не сказал, разве что подтвердил то, что цель для «Локомотива» — это попадание в Лигу чемпионов. Ну, хотя бы здесь соломку не стали стелить. Пока же скромные кадры с тренировок кажутся несколько комичными, потому что даже англоязычные игроки «Локомотива» не совсем понимают, что от них хочет Марка Николич. Ну, надеемся, что это тоже временные трудности. В воскресенье «Локомотив» провел свой последний товарищеский матч перед возобновлением сезона против Тамбова, и эта игра дала довольно много поводов для размышления. Во-первых, в этой игре не смог принять участие целый ряд футболистов «Локомотива» по разным причинам. Антон Миранчук залечивает травму. У Алексея Миранчука, Рифата Жамалединова, Дмитрия Баринова и Соломона Кирквелю врачи диагностировали некое переутомление. Термин «переутомление» сам по себе довольно странный, и как минимум к Алексею Миранчуку его довольно сложно применять. Леши не было ни на фотографиях, ни на видео с тренировок всю неделю. А о том, можно ли вообще доверять нашим врачам и тренерам по часу подготовки, лучше всего говорит ситуация с Лукой Джорджевичем. Еще в мае Дельшат Ломовских выпустил инсайт, то что восстановление Луки Джорджевича после травмы крестообразных связок затянется на два месяца, на что клубная пресс-служба тут же выпустила опровержение. Нет, вы что, Лука поправится через неделю и уже скоро будет заниматься в общей группе. На дворе середина июня. До восстановления Луки Джорджевича по-прежнему несколько недель. Так что будем надеяться, что с Алексеем Миранчуком все же все в порядке. На матч с Тамбовым Локомотив вышел играть по схеме 4-4, 1-1. Место в воротах занял Маринато Гильерми. Справа в обороне сыграл Владислав Игнатьев, слева Мац и Рыбусь. В центре Мурила и Чорлука. Четверку полузащитников составили Дмитрий Рыбчинский, Рома Тугарев, Джегеш Крыховик и Станислав Маккеев. Над ними расположился Жуао Марио, а в нападении сыграл Эдер. В целом такую расстановку часто применял и Юрий Семин. Но у него на флангах располагались футболисты, которые любят смещаться в центр. Это братья Миранчуки, это Жуао Марио, Мануэл Фернандеш. В матче с Тамбовым у нас на краях играли Роман Тугарев и Дмитрий Рыбчинский. И основная опасность исходила именно от их прохода по флангам. Даже забег 6 в 3 и то умудрились довести до флангового прострела. Неудивительно, что единственный гол сочинили Тугарев и Рыбчинский. Тугарев разобрался на фланге и отдал зрячую передачу, а Рыбчинский здорово разобрался с защитниками и неотразимо пробил. Удивительно, что Локомотив забил только однажды. Тамбов предстал командой, которая только-только вышла после трехмесячного отпуска и вообще забыла, как играть в футбол. Больше всего возможности было у Жоу Марио, но после его ударов мяч упорно не летит в сетку. Хотя позиция под нападающим ему подходит явно лучше, чем место на фланге, все равно он не убеждает, что стоит 18 миллионов евро. Честно говоря, процесс перестройки команды за такое короткое время меня не очень радует. Когда сезон возобновится, у Николича уже не будет времени ни на какую тактическую работу и на то, чтобы вводить игроков по полю за ручку. Однако, судя по всему, не все команды хорошо прошли карантин и если Оренбург будет примерно в таком же состоянии, что и Тамбов, проблем особых возникнуть не должно. После товарищского матча с Тамбовом те игроки, которые получили мало игровой практики, сыграли еще 45 минут против Казанки. Матч получился довольно сумбурным и не очень интересным. Отмечу, что ни Идову, ни Живоглядов, ни Коломейцев на фоне Казанки особенно ничего не показали. А самыми яркими футболистами в составе Локомотива стали Максим Мухин и Николай Титков. Со стороны Казанки могу отметить Михаила Агеева, который забил очень красивый мяч в ворота Никиты Медведева. На этой неделе прилетело сразу несколько приветов из прошлого. Некто Александр Алиев из Украины передает привет Ольге Смородской и говорит о том, что намеренно провоцировал конфликты с ней для того, чтобы уйти в Киевское Динамо. Александр Самедов в подкасте Усачева и Казанского рассказал то, что конфликт с Кучуком был спровоцирован самим Леонидом Станиславовичем, тем, что он всюду и везде видел какие-то заговоры, которых на самом деле не было. И мы просто реально, мы просто обосрались. Мы сами взяли и обосрались. А Илья Геркус пошел сразу во все ютуб-шоу, которые только нашел и рассказал, например, то, что Локомотив мог пополнить Дзюба в чемпионский сезон, но Мечеряков наложил вето по нефутбольным причинам. Ворошить прошлое это любимое дело всех футбольных людей. Почему-то в этом прошлом они всегда в белом, а все вокруг в темно-коричневом. Вот, например, Александр Самедов почему-то забыл упомянуть об индивидуальных разговорах, которые с Мородской и Котов проводили с игроками агента Артемова. А затем Кучука, сюрприз, сменил другой клиент Артемова Меодрак Божевич. И если уж говорить о Дзюбе, на постоянной основе нам все равно его никто не собирался отдавать. Но в тот сезон мы и так стали чемпионами с золотым голом Эдера, который пришел как раз после того, как сделка с Дзюбой отменилась. История не знает сослагательного наклонения, но, боюсь, что лучшего исхода и представить сложно. К сожалению, в этот выпуск уже не попадет информация о том, как именно будет осуществляться допуск тех самых 10% болельщиков на трибуны. До игры с Оренбургом на момент записи 6 дней, а конкретики нет вообще никакой. Однако появилась информация, что если в первых турах все пройдет нормально, то уже в июле на стадионы смогут пускать до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. В случае Локомотива это означает то, что на игру смогут попасть все владельцы абонементов. Такая хорошая отмазка была у Кикнадзе, что нельзя устроить прощание с Палычем из-за карантина и отсутствия болельщиков на трибунах, и РФС все обламывает. Ну как же ему бедному не везет. На сегодня, пожалуй, все. Оставим слухи про Стефана Йоветича и Жасура Жалалединова на следующий раз. Слишком уж они зыбкие. Не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, например, о том, какие же новости я сегодня не обозрел, которые показались вам наиболее важными. Следующий выпуск будет через неделю, когда сезон уже возобновится, значит новостей будет много. С вами был Тим, оставайтесь на связи.